Шумно, весело, интересно. Именно такими словами можно охарактеризовать четвертый день рождения почты Артека. За эти годы жителями лагеря было отправлено множество писем и открыток. И с каждой новой сменой популярность почты не угасает, а напротив продолжает набирать обороты. Одна из основных целей создания подобного проекта – популяризировать написание писем собственноручно. Конечно же, есть возможность, придя в этот наш чудный домик, на базе которого работает сам развивающий центр, но и также полноценное почтовое отделение. Вы можете подписать открытку, написать письмо, отправить его, куда сочтете нужно. Почтовое общение внутри Артека и за его пределами помогают налаживать почтовые комиссары. Именно они отправляют и приносят открытки и письма. У молодых людей есть вся необходимая атрибутика – штемпели, конверты. В именины принято отмечать лучших из лучших, поэтому заслуженным почтовым комиссарам в день рождения вручили аттестаты. Среди них Григорий Любарь. Он приехал в Крым из Воронежа. В Артеке уже второй раз. Эмоции от получения награды молодой человек не скрывает, хотя и признается, что она была для него ожидаема. Ожидал, что мне его дадут, потому что на своей смене я показал очень большой результат. И я приехал сюда с определенной планкой, которую я хотел перебить. У меня много обязанностей, которые начинаются от отправки писем детям до общения с ними. То есть они могут ко мне подойти, написать открытку, попросить конверт, все это написать, вложить. Я все это отправлю сам, вставлю в почтовый ящик специальный. И все это отправляется на почту, на почту обрабатывается, приходит ко мне обратно. Может быть, прийти из других лагерей. Вероника Абросимова из Симферополя. В Артеке девушка уже третий раз. Она также, как и Григорий, почтовый комиссар. Рассказывает, почта пользуется большой популярностью. Иногда приходилось пренебрегать тихим часом и работать даже ночью. Получить награду Вероника не ожидала. Я счастлива. Я просто даже не знаю, что сказать. Тут есть гораздо сильнее люди, чем я, и я думаю, что выиграют они. Писали очень активно. То есть бывало такое, что я писала их ночью или на тихом часу, в темноте абсолютно. Нам этого не разрешают делать. И, конечно же, ни один детский праздник не обходится без игр. Артековцы вновь смогли посоревноваться между собой в квесте «Почтовая магистраль». Задания тематические, касающиеся истории почты, транспорта, услуг, почтовых профессий. Выиграть хотите? Да! Насколько сильно хотите? Очень сильно! Удачи! Спасибо! Мария Моссур, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ Гурзуф.